Добрый вечер, уважаемые господа. Меня зовут Андрей Волков. Я представляю компанию Мобишоп. Я расскажу о нашей платформе для работы с розничными торговыми точками. В России на сегодняшний день работает более 200 тысяч розничных торговых точек. Они продают товаров народного потребления на 50 миллиардов долларов США в год. Это около четверти от всего объема рынка FMCG России. Сегодня для работы с каналом традиционной торговли используется длинная и дорогая в обслуживании цепочка. При этом отсутствуют прямые взаимодействия между производителем и торговой точкой, остается высокая степень зависимости от человеческого фактора. Визит торгового представителя в магазин обходится от 1,5 до 3 долларов США и далеко не все визиты становятся продуктивными. На работу с каналом производители тратят до 5% от выручки. Общая сумма затрат порядка 2,5 миллиардов долларов США в год. Мобильная платформа Mobishop позволяет сократить расходы на полевой персонал минимум в три раза. При этом поставщики получают прямой канал взаимодействия с магазинами. Розница, в свою очередь, получает информацию об актуальных ценах, текущих промо и возможность дополнительного заработка за счет выполнения заданий от производителей. Как это работает на примере заказов? Поставщики в платформе развещают каталоги своей продукции с актуальными ценами и информацию о промо. Торговые точки в режиме 24 на 7 делают заказы необходимой продукции, принимают решения в участии в промо. Поставщики получают информацию о заказе в режиме онлайн, далее отвозят товар в магазин. Под каждую точку могут использоваться индивидуальные настройки, дни доставки, кванты отгрузки, цены и прочее. Также с помощью Mobishop производители могут проводить в точках мотивационные программы. Например, программы по поддержанию выкладки товаров с предоставлением магазинами фотоотчетов. Мы говорим о работающей платформе. Платформа прошла тестирование в более чем на 100 торговых точках, получено заказов более чем на 1 миллион рублей. Наша цель на 2018 год – подключение 100 тысяч торговых точек, сбор 16 миллионов заказов, 8 миллионов долларов США, выручки. Немного о том, кто и где двигается с нами в одном направлении. Проект Инфракоммерс – рынок Бразилии. Проект направлен в целом на развитие рынка электронной коммерции. В том числе есть и B2B решения. Проект Смартсату – Казахстан. Недавно начали работать в Москве. Они близки к нам по концепции, но есть отличия в деталях. Также можно выделить отдельные решения, которые разрабатывают крупные корпорации. Например, свою платформу готовит Анхойзер Бушенбеф. Также на рынке появляются моноприложения от дистрибьюторов, например, компания Gradient на рынке Non-Food. Относительно конкурентов нужно отметить, что на текущий момент на рынке нет явного лидера. Сам рынок только формируется. У нашей команды глубокая экспертиза в FMCG и IT. Сооснователь Олег Иванов. Я Андрей Волков. Экспертная поддержка со стороны Криса Ганта и Григория Рыбальченко. Мои контакты перед вами. Спасибо за внимание. В целом, здесь понятно, что понятная бизнес-модель. И что, в общем-то, если мы жили бы в идеальном мире, когда любые идеи предпринимателя просто так воплощались в жизнь, то, в принципе, тут обсуждать нечего. Но, к сожалению, помимо идеи наличия опыта, хотелось бы все-таки увидеть текущую ситуацию и то, каким образом обстоит сейчас. К сожалению, насколько я понимаю, на данный момент либо, опять же, ничего нет вообще, либо есть что-то кривоватое. И поэтому, как обычно, предыдущие выступающие говорили, не всем корректно это показывать. Поэтому, мне кажется, что в целом обсуждать идею достаточно сложно. Я бы просто презентации без текущего состояния в целом вообще не принимал к рассмотрению. Вот. Потому что, наверное, это в целом самое важное. Ну, просто потому что вероятность, значит, привлечь деньги под идею, она вообще, в общем-то, минимальна. Не, на выводе, что это работащее решение, что миллион наоборот. Миллион наоборот? Он сказал, что у нас миллион наоборот. Поэтому, что это работащее решение, и можно уже воспользоваться и пользоваться. Мне набор, вот, мне наоборот, да. То есть, это были не, значит, предполагаемые показатели, а уже существующие? Да, он сказал, что у них миллион уже оборот идет. Вот, и я набор кладил сюда, думаю, что-то их ниже плинтуса, наоборот. Когда они наоборот, все в порядке. Поэтому мне в целом, как бы, идея-то, как бы, близка и понравилась. Опять же, да, я просто не понял, что это не слайдом говорит, а в этом, да. Да, ну, в целом, я думаю, что, конечно, там, значит, 100 торговых точек и оборот в миллион рублей, это достаточно для того, чтобы показать, что в целом модель рабочая, да. То есть, нужно просто понять еще, там, например, показатели внутри этих пилотных проектов, да. Мне кажется, да, интересно. Я думаю, что конверсия в любом меняться будет с увеличением, если за короткий срок они смогли 100 привлечь, ну, там, с увеличением, как бы, оборотов они спокойно сделают первую тысячу. Уже, может, будет о чем-то говорить, уже рынок будет, там, все работы, там, заработать сарафанкой. Я считаю, что отличный проект и что проект действительно, как бы, ну, в чем-то даже уникальный. Я приглашаю ребят к нам на стартап-шоу выступить. Поэтому, дорогие друзья, welcome, ждем вас на стартап-шоу. Узнать подробность условий вы можете у нашей Дарьи. Все, большое спасибо и до скорой встречи. Я хочу сказать о том, что партнером стартап-шоу Challenge Tour является общественная организация «Инновационная Россия». Дорогие друзья, если инновации, технологии, создающиеся в России, вам близки и интересны, то welcome, присоединяйтесь в наши ряды. Подробная информация в описании, разумеется, на сайте стартап-шоу.про. Если у вас, у ваших друзей есть крутые, суперкрутые стартапы, и вы хотите их нам презентовать, то, опять же, ссылка в описании, заходите на сайт стартап-шоу.про, заполняйте, присылайте ваши проекты, и я с моими друзьями, моими коллегами разберем их. Лучше, напоминаю, поедут на стартап-шоу в Дубай. Обязательно ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте своим друзьям о том, что мы существуем. Если у вас есть реально крутые стартапы, заходите на стартап-шоу.про, заполняйте нашу анкету. Мы будем рады рассмотреть любые ваши проекты и знайте, что только на нашем канале развивают цифровую экономику. И только стартап-шоу является шоу о стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России. Будем рады вашим комментариям. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok